Здравствуйте! В эфире мобильный патруль. Раскрытые преступления, полицейские операции и рейды. Комментарии специалистов. Все это в нашей программе. Итак, сегодня выпуски. В огне не горят и в воде не тонут. Кузбасские полицейские спасли жизни погорельцам и утопающим. Игра не задалась. В Кемерове полицейские ликвидировали подпольный и горный клуб. Все только начинается с следственным подразделением системы МВД-49. На минувшей неделе кузбасские полицейские раскрыли более 1400 преступлений. О наиболее интересных из них мы расскажем вам в нашей постоянной рубрике «Протокол». В Кузбассе создана рабочая группа по противодействию организации и проведению азартных игр. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники полиции Главного управления МВД России по Кемеровской области, которые регулярно проверяют незаконные игровые залы и ликвидируют их. Об одной из успешных спецопераций полицейских расскажет Павел Подбородников. Заведение на проспекте Ленина областного центра скрыто от постороннего взгляда тонировочной пленкой на окнах и дверях. Ничего не указывает на характер его деятельности. Отсутствует даже вывеска с названием. Но полицейские знают, в подвальном помещении располагается подпольный и горный клуб. Поэтому с визитом сюда нагрянули оперативники. Таких гостей здесь явно не ждали. На момент проверки в помещении царил азартный дух. Работники интернет-клуба, а именно так они позиционируют свое заведение, пытались убедить полицейских в том, что посетители вовсе не играют в азартные игры. Они просто развлекаются. Развлечение, если это можно так назвать, обходилось игроманам дорого. В считанные минуты они расставались со своими кровными. По подсчетам специалистов, ежесуточно незаконный бизнес приносил его организаторам до 100 тысяч рублей. Чтобы завлечь посетителей и удерживать их за мониторами игровых терминалов, персонал предлагал бесплатные леденцы и горячие напитки. Деньги, уплаченные игроками, операторы складывали в сейф. А на электронный счет клиентов начисляли виртуальные бонусы, равные полученной сумме. Работники заведения оказались хорошо подготовленными к проверке полицейских. У них изъяли инструкцию руководства с указанием необходимых действий в подобных случаях. То есть, если вам дают подписываться к проверке, там написано, что в данном заведении осуществляется азарт на игры и так далее, то там, где должна быть ваша подпись, пишем, не согласен, не согласен. Никакого отношения к игорному бизнесу наш интернет-клуб не имеет. Отказаться от дачи показаний и пользы. Согласны с этим. Все расписано. Тем не менее, ни этот факт, ни тот, что некоторые из игровых терминалов оказались связаны между собой железной цепью, не помешали полицейским ликвидировать незаконное заведение. Стражи порядка изъяли сервер и все игровые терминалы. Составлен протокол, статья 14.1.1. Это незаконная организация проведения азартных игр. Меры наказания предусматривают штраф и конфискация имущества. Для того, чтобы вывести игровое оборудование, полицейским понадобился бортовой КАМАЗ и помощь грузчиков. В дальнейшем изъятые терминалы направят на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о привлечении владельца клуба к ответственности. Через окно вошел к Проковчанов сотрудник неведомственной охраны. Поводом для такого визита стало возгорание частного дома. Его хозяева уже не подавали признаков жизни, но полицейский сделал все, чтобы спасти жизни людей. Кузбасского героя в погонах вы увидите прямо сейчас. 22 марта около 10 часов вечера старший сержант вневедомственной охраны Андрей Дудков возвращался домой. На соседней улице заметил огненное зарево. Началось разгораться с левой стороны на веранде. Когда вы пришли, подошли, что горело? Только вот веранда чуть-чуть началась гореть. Ну оно как пламя, язык пламени выходил. Не раздумывая над тем, что делать, полицейский сообщил о пожаре в дежурную часть. Дожидаться приезда огнеборцев Андрей не стал. При возгорании ветхого жилья счет идет на минуты. На помощь погорельцам поспешил самостоятельно. Посмотрел в окно, в окне горел маленький свет и за столом сидел мужчина, склонившись. Я стучался, бесполезно, никто не открывал. Я тогда разбил окно, залез, растолкал мужчину, смотрю, рядом женщина лежит. Женщину дала поднимать, но бесполезно. Взяли ее, взял на руки и вытащил в окно. Ну, в общем, мужчина сам вышел. Буквально через несколько минут после того, как люди покинули дом, в огне оказалась вся крыша. Прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание, но крышу и веранду отстоять не удалось. В огне погиб и четвероногий сторож по кличке Шарик. Хозяйке дом достался от родителей, вся жизнь прошла под этой крышей. Она и не предполагала, что номер дома когда-нибудь оправдает свою дурную репутацию. Родилась я здесь, в этом доме. Живу теперь вот. Теперь не знаю как. Несмотря на то, что всех подробностей того вечера Ольга не помнит, своего спасителя узнала сразу. Я хочу вам низкий поклон и спасибо вам за все. Пока погорелица живет в летней кухне, с одеждой помогают знакомые и коллеги. А надежду на благополучное решение проблем поддерживает чудом спасшееся кошачье семейство. Итак, продолжаем выпуск. В Новокузнецке тоже есть свои герои. Сотрудница полиции спасла в минувшие выходные двух детей, провалившихся под лед. Эта история, возможно, осталась бы не рассказанной, если бы родители спасенного малыша не обратились к журналистам. Сама спасительница о себе заявлять не стала. О ее скромности и героизме расскажет Владимир Сергеев. На этом озере кричи не кричи, вокруг не души. Поэтому двум новокузнецким первоклассникам очень повезло. Когда с ними приключилась беда, рядом оказались люди. Полицейский кинолог Ирина Коширина недалеко от озера тренировала свою собаку Вегу. Именно по ее поведению она поняла, что на водоеме что-то случилось. На востребуши Вега вслушивалась в крики. Чем ближе Ирина подходила к озеру, тем отчетливее слышались призывы о помощи. Когда кинолог увидела, что два ребенка провалились под лед, она поняла, медлить нельзя. На помощь ей пришли друзья, которые также находились на пустыре. На противоположном берегу мы с моими друзьями соорудили из ошейников и поводков веревку, палку привязали к ней и вытаскивали ребятишек на берег. Двое мальчишек, оказавшихся в ледяной воде, благодаря помощи взрослых, были спасены. До приезда скорой помощи их отогрели и напоили горячим чаем. Когда ты подходишь и видишь, что в проруби находятся дети, ну естественно, что ты теряешься, но ты не должен их бросать, а должен принимать меры к их спасению. Сейчас все школьники на каникулах. Свободного времени у них много, поэтому два первоклассника и решили прогуляться. Местом для этого выбрали озеро. Несмотря на все запреты родителей и учителей, мальчишки вышли на тонкий лед. Еще в феврале месяце были проведены беседы, классные часы, инструктажи с обучающимися с первых по 11 классы по безопасному поведению на водоемах в весенний период. Во всей этой истории удивительно одно. Родители только от полицейских узнали, что случилось с их детьми. Похоже, последние чрезвычайные происшествия с детьми в разных регионах России ничему не научили взрослых. А не забывают, что за жизнь и здоровье своих детей ответственность несут именно они. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы рядом не оказалось полицейского и ее друзей. Хочется большое спасибо сказать тем людям, которые оказались вот в это время, в эту минуту и не прошли мимо и спасли этих детей, что было бы потом неизвестно.